Сась? Да. Окей, видно мой экран? Да. Хорошо. Расскажу я сегодня о модульном подходе в комплексных проектах. В названии указано именно HealthCare, но это потому что у меня HealthCare проект, но в принципе все подходит для любого другого проекта, не обязательно для HealthCare. Когда я буду говорить модуль, я буду иметь ввиду npm package, а не просто отдельный файл или отдельный модуль или класс или функцию, а именно package. Поговорим мы сегодня о таком. Пару слов о проекте, на котором я работаю. Рассмотрим несколько причин перейти к такой структуре проекта, к модульной. Расскажу быстро на простейшем примере, как создать npm package. Расскажу о паре подходов в работе на таком проекте, на модульном, на примере тех подходов, которые использовали мы и и остановимся на такой утилите, как lerna, о которой я расскажу в конце. Ну и еще в конце я покажу репозиторий. Я не буду запускать, я покажу на gitlab, как все выглядит и на этом закончу. Так, проект, на котором я работаю, это амбулаторная информационная система. Она позволяет проследить все взаимодействия человека со здравоохранительной системой. Куда он приходил, зачем, что ему назначали, сколько он заплатил и так далее, и так далее. В общем, все, что можно трекать касаемо пациента, все трекается. Теперь о проекте. Проект на Angular. Начинался он со второй беты. Сейчас у нас 5+. Готовимся перейти на шестую. С этим у нас проблем нет. Пишем на TypeScript. Используем много разных штук прикольных. Раньше он был на вебпаке на момент создания этой презентации. Сейчас мы уже перешли на CLI Angular. Кто не знает, что такое Angular CLI, это я позже еще на этом остановлюсь. И менеджится наш проект Learner. Итак, зачем вообще делить свой проект на модули? Разбитие репозиторий репозиторий или проект на более мелкие части делает продукт более организованным, делает поддержку легче. Организация деление проекта на модули позволяет уменьшить взаимосвязь между модулями или вообще от нее избавиться, что само по себе очень хорошо. Обычно каждая крупная какая-то фича это отдельный какой-то пэкедж независимый от других и все просто собирается этими пэкеджами и если мы там удалим его, то это никак не влияет на работоспособность приложения. Сейчас это доминирующий такой конвеншен в опенсорсе, когда каждая фича, каждый там продукт лежит в своей репе независимо друг от друга они разрабатываются и используются. еще одним плюсом есть реализабельность этих компонент. HealthCare это, как правило, экосистема проектов большая, многие фичи пересекаются и очень полезно, когда одна команда может сделать какую-то фичу и просто отдать ее какой-либо другой команде и с помощью пэккеджа это очень легко сделать. Создание пэккеджа и тем способом, которым создавали их мы, это довольно простая задача само по себе. мы создавали пакеты с помощью Angular CLI и для того, чтобы выделить фичу в пэккедж, нужно было просто сгенерировать проект, положить туда все нашу фичу экспортировать ее из этого пэккеджа и залить на npm. Использовали мы приватные репозитории. Да, поехали. Angular CLI утилита, которая позволяет в пару кликов создать наконфигуренный рабочий проект, к которому уже прикручены тесты и все, что остается, это набивать его фичами. Да, вот здесь на примере четыре простые команды, которые за пару минут позволят поднять рабочий, готовый к разработке проект. По команде EngineU как раз генерируется проект, это его дефолтная структура. в папке src там лежат такие демонстративные компоненты. Дальше генерируется компонент команды ng-component. При выполнении этой команды появляются генерируются вот такие вот файлы. Следующим шагом есть создать модуль и экспортировать нужную компоненту нам из этого модуля. И последним шагом есть положить в корень этого проекта файл индекс и экспортировать из него нужную нам компоненту. И по команде npm publish это заливается на npm и дальше мы можем просто в своем пакедже соне прописать эту компоненту и использовать ее как любой другой npm пакедж. Абсолютно точно так же. Вот так мы действовали так мы выделяли фичи в пакеджи. Создавали проекты забрасывали туда закидывали то что нам нужно загружали в npm и через пакедж json подключали эти фичи обратно в проект. И вот что у нас получилось. У нас получилась отдельная репа для нашего приложения и отдельные гид репы для каждой фичи. и взаимодействие нашего главного приложения с нашими пакеджами оно абсолютно никак не отличается от взаимодействия с любым другим пакетом из npm из экосистемы npm то есть мы в пакеджи sony просто рекварием эти пакеджи они еще могут рекварием друг друга то есть абсолютно ничего не меняется. И когда мы нагенерили себе вот таких вот пакетов мы начали с этим работать. И если нужно что-то нам было изменить в нашем главном приложении то здесь ничего нового для нас не было ничего удивительного взяли репу там добавили какие-то изменения прописали коммитнули и все все класс ничего нового но если нужно было что-то поменять в пакедже то здесь уже нужно было действовать немножко по-другому что вообще можно делать да можно просто взять тупо в нод модулях себе делать изменения вот в той в той самой папочке в которой работает главное приложение и там лежат нод модули там можно делать изменения пересобирать каждый раз проект потом когда все получилось взять тупо скопировать его в папку с пакеджем коммитнуть запаблишить его потом взять в главном проекте поменять версию еще раз все проверить опять коммитнуть в общем не совсем прикольно и первое что мы попробовали это симлинк или символинг клинк смысл этого в том чтобы сказать приложению вот этот вот пакедж или модуль смотри и ищи не у себя в папке node-modules а в папке на моем компьютере которую я тебе сейчас скажу это позволяет нам делать изменения непосредственно уже в нашем пакедже в репозитории нашего пакеджа и при этом сразу же видеть изменения в приложении работает это так мы пишем команду npm-link непосредственно в в папке в node-modules нашего пакеджа и привязываем папку на нашем компьютере тоже линкуем да и с этого момента приложение начинает трекать изменения внутри нашей папки на компьютере а не у себя в node-modules да разработка упрощается однозначно но опять же нам нужно добавить изменения в наш пакедж коммитнуть запаблишить а потом вернуться опять в главное приложение пойти в пакеджи сон поменять версию на новую которая уже обновилась чтобы увидеть эти изменения npm install пересобрали проверили ну и тоже можно и нужно коммитнуть эти изменения в принципе если пакеджи всего пара то так можно жить но если пакеджи около 20 как у нас то это очень неудобно потому что если есть например какой-нибудь common пакедж и надо там лейбу поменять то это может занять несколько часов пока все пушить паблишить обновлять коммитить пробовать это очень неэффективно и мы начали искать другие подходы и следующим на очереди был ялк ялк про себя говорят что они более более лучший подход к работе с модулями однозначно не самый лучший ялк использует тот же принцип что и simlink в принципе он его под капотом тоже использует но немножко совсем упрощает работу мы на нем особо не остановились потому что упрощение было незначительным вообще и мы не увидели особого смысла в этом ялке он для работы там с simlink использует свой какой-то виртуальный store и там еще плюс уменьшается количество багов там с simlink и так далее но в целом для разработчика количество действий для элементарных операций особо не меняется что делать для решения таких проблем люди создают монорепы что такое монорепы это когда в одном гид репозитории содержится и этот main ап и все пакетжи то есть пакетжи как и раньше находятся в npm мейн какое-то ваше приложение оно находится там на гитлабе да но в этом же репозитории еще и все пакетжи при этом взаимодействие приложение с пакетжами от этого никак не меняется хоть они и есть в одном репозитории они все равно оно рекварируется приложением через npm и они все так же между собой общаются через npm в общем схема та же самая по монорепы используют разные гиганты и в принципе они этим довольны google например почти все свои проекты держит в одной репе это позволяет разработчику всегда видеть перед собой все продукты позволяет легко переключаться между проектами позволяет всегда куда-то подсмотреть что-то реюзнуть в общем это очень удобно и мы как раз подошли к к лерне лерна это как раз утилита для управления вот такими вот проектами монорепами лерна позволяет сократить время сборки проекта потому что она будет страпить модули например node модули каждый пэккедж у каждого пэккеджа у каждого модуля который мы в package.json подключаем есть свой package.json и он реквайрит свои модули лерна ходит по вашему приложению по пэккеджам по вашим же которые вы подключили в своем проекте и смотрит на зависимости и если она видит зависимости одинаковые у разных проектов то она не качает для каждого проекта то же самое она просто линкует одинаковые зависимости дальше лерна позволяет для каждого пэккеджа например прогнать отдельно тесты вот просто указывается scope и она ранее только для этого пэккеджа плюс когда мы делаем изменения в каком-то пэккедже и решаем апдейтнуть версию например мы пишем publish и лерна она сама знает и понимает в каком именно пэккедже произошли изменения и повышает версию именно этого пэккеджа и при этом сама же и делает коммиты на GitLab и плюс еще все это очень гибко настраивается то есть вот эти вот настройки можно держать версию приложения соответствующие самой высокой версии модулей модули можно все держать одной версии можно их там повышать по очереди то есть по мере изменений в модулях ну в общем там разные настройки я вам хочу я вам хочу показать структуру такого элементарного проекта вот это вот это такой упрощенный пример нашего приложения на момент создания презентации есть какой-то main app да и есть папка с модулями здесь лежит lerna.json это файл для настроек lerna он может быть минимальный ему особо ничего не надо но тоже сюда можно какие-то там свои твики дописывать есть еще package json у нас здесь главный в нем тоже особо ничего нет там скрипты прописаны и lerna только только в депенденциях на этапе сборки когда проект собирается вот сюда в корень ложится node modules это тот самый bootstrap о котором я упоминал то есть не здесь в main app есть package да который содержит кучу dependency каждый модуль содержит свою кучу dependency и у них в node modules будут только те там пара тройка модулей которые ни с каким другим модулем не пересекались основная масса node modules будет лежать здесь в корне и отсюда они будут браться а все остальные в модулях они просто прилинкуются туда это значительно сокращает скорость билда скорость сборки вот пример модуля который здесь в тестовом репозитории два модуля да и вот это вот пример модуля стандартное angular cli приложение здесь внутри ап лежит компонента с модулем все очень просто и есть наше main ап главное приложение и оно вот здесь в пакетже sony в депенденциях прописаны эти два модуля как обычный как любой другой npm package и версия приложения соответствует старшей версии модулей если сделать изменения допустим здесь в этом модуле triangle да и запаблишить верно оставит в покое вот эту вот этот модуль и его версию и спросит как повысить версию вот этого модуля и там что я имею ввиду есть несколько стадий да повышение версии приложения версия там есть major там поменьше все зависит от этого зависит какая именно цифра изменится да первая вторая третья это тоже опциями настраивается и версия приложения она автоматически обветнется до версии старшего модуля ну в данном случае она бы не изменилась если бы это были какие-то минорные изменения и и я здесь бы повысил версию до 1.1.3 то версия приложения бы не изменилась потому что еще осталось бы 1.1.6 вообще из коробки сама по себе Lerna она требует минимальных каких-то настроек но вы видели файл тут Lerna.json там прописывается пути к модулям пути к главному приложению и в принципе она начинает уже работать я к сожалению на демонстра демонстрационном компене могу показать но все довольно как сказать straight straightforward да есть dev и просто ранится приложение по npm run dev все собирается билдается ранится и никак не отличается процесс от того что мы видим каждый день в обычном репозитории это в принципе и все вопросы привет это Нодарий я первую собственно только совсем недавно задзонился и очень много пропустил но это очень похоже на ту тему которую я сейчас у себя делаю и вопрос как вы паблишите вы паблишите это куда-то в артефакторе куда-то в свое локальное или чего куда это приватные репозитории нпм окей нпм приватные репозитории вопрос как вы билдаете свой саб аппликейсин саб аппликейсин ну вот этот модуль который вы подключаете в главное приложение как он собирается это лерна она берет то что нужно она его отдельно не собирает она собирает его в скоупе сбора приложения самого как и любое другое приложение она не рассматривает его как часть репозитория она рассматривает его как npm модуль когда собирается приложение она точно так же сделает npm install подключает в репу то что нужно и собирает то есть сам npm пакет будет содержать не скомпиленные допустим TypeScript а конкретно исходники правильно понимаю да окей то есть наверное сделала npm install и собрала приложение никак она не отличает эти пакеты наши которые лежат в репе от ладаша там или момента окей ладно хорошо прощай а как вы вообще получается разрабатываете вот именно процесс девелопмента отдельного пакета ну допустим вот все приложение там собирается запускается это понятно а вот вы там делаете например фичу вам ее надо вы там сделали этот инид ангуляровский чего дальше вы дальше продолжаете разрабатывать именно в скопе глобального приложения или есть какой-то отдельный для разработки вот этих вот фич ничего отдельного нету то есть то есть грубо говоря получается открывается сервер там который открывает глобальное приложение но при этом вводчатся файлы именно вот этого приложения то есть конкретно я наверное немножко немножко не так сказал на когда собирает собирает лерна проект она воспринимает вот эти модули как как и npm модуль да это это так но берет она его из репы вот так вот то есть для того чтобы собрать приложение и увидеть последние изменения не обязательно чтобы версия там инкризилась и это не нужно потому что лерна соберет эти пакеджи из локальной папки поэтому процесс разработки никак вообще не отличается от того что мы делаем там с главным приложением или с пакеджем мы делаем изменения в пакедже коммитнули и как только на серваке прошел билд мы сразу видим изменения а версии мы поднимаем только на релизах мы релизаемся там раз в спринт или там раз в два спринта и так мы повышаем версии ок и чё спасибо все понятно и и все все и